Добудет свет, сказали ученики 10-го лицея и сделали уникальное в своем роде изобретение. Управлять и следить за уличным освещением можно буквально за рабочим столом, благодаря специальной программе, установленной на компьютере или обычном мобильном устройстве. На нашей линии наружного освещения вышел из строя. Вот вы можете его увидеть. Далее утром на почту инженера Сорно приходит письмо с уведомлением о ошибке. Перегорела лампа или произведено незаконное подключение? Система проанализирует и покажет всю информацию в течение суток. Кулон не украшение, а программное обеспечение полностью российского производства, благодаря которому проект удалось продолжить после небольшого перерыва. Я предложил, а может сделаем что-то по типу, то вещь, которую вы делали с первым сезоном. Ну вот как бы так закрутилось, поехало и мы начали ее делать. А дальше закрутилось. Программирование, конструирование, сборка, конечный результат. На презентацию школьники приехали заранее. Перед энергетиками выступали, как уже серьезная профессиональная команда, в которой свой главный инженер, охранник труда, IT-специалист и экономист. Страх он всегда есть. Он может быть больше, меньше, смотря какое это твое выступление. У меня это как бы уже не первое выступление, но все равно мандраж есть. Занимать призовые места, побеждать в областных и общероссийских олимпиадах лицеистом не впервой. Уже 10 лет на базе школы работает школа юных энергетиков. Ее девиз – вырастить из одаренного ребенка профессионала. И вот уже с пятого класса мы начинаем, так скажем, приоткрывать тайны научных открытий. Сначала мы в творческой форме. Знакомимся с научными законами. Знакомимся с какими-то открытиями. Но все это делаем в творческой форме, чтобы заинтересовать ребят и дать почувствовать вкус научных знаний. Что для учеников – практическое применение знаний, то для преподавателей – гордость за проделанную работу. Когда наш коллективный труд вот так вот достойно сияет на уровне, вот сегодня на уровне конференции «Мусу Балэнерго». Вообще мы участвуем в различного уровня конференциях и международных в том числе. И очень радуемся за ребят. Потому что мы сделали все, чтобы дать им путевку в жизнь. Проект «Юных дарования» оценили в Московской областной энергосетевой компании. Для опытного испытания проекта выделят участок линии наружного освещения в Одинцово, что поможет разгрузить работу энергетиков. Кирилл Пьянченко, он же главный инженер, десятиклассник и уже определился с профессией. Впрочем, как и его коллеги по команде. Карина Яряшева, Денис Харламов, телекомпания Одинцово.